Ольга Валерьевна, здравствуйте. Текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике. В этом году в районах республики зарегистрировано определенное количество случаев от 8 до 1 случая по районам республики. Единичные случаи заболеваний, которые зарегистрированы в наших районах, есть и те относительно тех населенных пунктов, где коронавирус появился впервые. Поэтому в этих населенных пунктах особенно сегодня должны соблюдаться в полном объеме все санитарно-эпидемиологические требования и правила, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в целом самом населенном пункте. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода у нас в республике. Умершие граждане также непосредственно у нас... Умерли у нас граждане не только в городе Якутске, но и в Жиганском Улусе. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в основном все граждане имели тяжелые заболевания, сопутствующие заболевания. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем о том, что непосредственно наша основная задача сегодня беречь наше старшее поколение, беречь тех, кто имеет хронические заболевания. С этой недели в ряде школ республики начинается обучение после окончания каникул. Оперативный штаб республики под руководством Айсена Сергеевича Николаева, главы республики Саха-Якутия, определил, что сейчас при начале учебного сезона важно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований как в самой школе, так и требований, которые определены указом главы республики. А именно соблюдение масочного режима, соблюдение социальной дистанции и непосредственно привлечения к работе очно в школах лишь только педагогов, которые не ходят в группу риска. Педагоги же, которые входят в группу риска, которые старше 65 лет, а также педагоги, которые имеют заболевания хронические, вправе работать непосредственно на дистанционной форме, либо не находиться на больничном листе. Лаборатории республики также продолжают работу. За последние сутки было обработано 5234, было проведено исследование на коронавирусную инфекцию. В целом республика обработала 680 тысяч тестов за весь этот период. Те проблемы, большинство проблем, которые у нас возникали с долгим ожиданием анализов, практически уже на настоящий момент сняты. Есть ряд задержек, которые связаны в большинстве с транспортной схемой республики. Поэтому главой республики было принято решение о том, что вся арктическая зона республики будет в первоочередном порядке обеспечена тестами, которые позволяют работать для первичного анализа без применения лабораторий принципом ПЦР. И уже по вторичному анализу, соответственно, будет отрабатываться через соответствующую лабораторию. Сегодня наиболее важным вопросом являются те ситуации, которые сложились в наших социальных учреждениях. А сегодня есть две нештатные ситуации, как в Нюрбинском доме-интернате престарелых, так и в Алекминском психоневрологическом интернате. Оба ситуация в обоих интернатах взята, безусловно, под контроль. К сожалению, в Нюрбинском интернате у нас непосредственно заболела в том числе и большая группа сотрудников интерната. Безусловно, как и проживающим, так и мы всем желаем скорейшего выздоровления. Ну и, соответственно, принятие всех мер для того, чтобы люди быстрее выздоровели. Ну и, конечно же, всем здоровья!